Большинство людей, перебегающих через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, видимо, предпочитают не думать о том, какой опасности они себя подвергают. В прошлом году в нашем округе было зафиксировано 22 происшествия, в этом уже 6. Один случай с летальным исходом произошел именно здесь, в Жаворонках. Это случилось 18 июня. Женщина переходила на запрещающий сигнал светофора, не обратила внимания на приближающий поезд и, соответственно, случилось трагическое происшествие. Профилактические рейды проводятся регулярно и они, несомненно, работают, ведь по статистике пострадавших становится меньше, хотя и ненамного. По мнению представителей транспортной прокуратуры, эти мероприятия просто необходимы. И не для того, чтобы поймать и оштрафовать нарушителей, ведь штраф незначительный, а для того, чтобы спасти здоровье и жизни людей, объясняя, какие бывают последствия. Люди спешат на работу, особенно в утреннее время. Как показывает практика, основной у нас травматизм происходит в утреннее, вечернее время. Но вместе с тем, тут еще комплекс других обстоятельств, которые влияют на уровень травматизма. Я думаю, нужно РЖД рассмотреть вопросы о переустройстве и органам полиции, я думаю, необходимо проводить чаще такие рейды. На этом переходе плохая видимость. С одной стороны, обзор ограничен счетами, с другой – из-за неудачного расположения станции. В скором времени этот вопрос постараются решить. Планируется и переоборудовать переход. А пока следует быть осторожными и не переходить железную дорогу на красный свет. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.